Халатность как способ работы. В поселке Соляное Черлакского района произошла трагедия. В пожаре погиб человек. Сотрудники местного пожарного поста спасти его не смогли. Их машина к тому моменту не первый месяц находилась в неисправном состоянии. Руководство об этом знало. Однако, почему без своевременной помощи находилось сразу несколько населенных пунктов, расскажем в нашем сюжете. В этом доме месяц назад во время пожара погиб человек. Огнеборцы из Черлака и поселка Иртыш приехали через 25 минут после сообщения о возгорании. К тому моменту хозяин уже был мертв. В самом поселке Соляное есть свой пожарный пост. Однако, на тот момент автомобиль уже два месяца находился в неисправном состоянии. Начать тушить пожар раньше не было возможности. Водитель выехал, увидел здесь, находится женщина возле двери. Он ее оттащил, доложил диспетчеру, что горит дом. Скорее всего, находится человек в доме. Но тушить как нечем. Он пытался, и снега тогда еще не было. Чего-то не делал. Вот успел только что женщину тащить, там еще человек кто-то был у него. И буквально минут через 20-25 приехали Черлак, приехал Иртыш. Пожарные начали тушить. Андрей Кузов не исключает вероятность, что трагедии можно было избежать, если бы автомобиль починили вовремя. Мы бы и человека спасли бы, это однозначно. Мы бы все равно отбили пламя. Однозначно. Мы хоть что-то могли бы сделать. Автомобиль здесь, рядом, буквально 10 минут мы уже бы были там. Это минимум. Мы бы находились, мы бы отбили до прибытия основных сил, мы бы отбили пожар и даже может быть и затошили сами. На следующий день в поселке снова произошел пожар. На этот раз у одного из местных жителей сгорел домашний скот. Машины из соседних населенных пунктов снова не успели вовремя приехать. Андрей Кузов рассказывает, что пожарная машина на их посту сломалась еще в середине сентября. Об этом сразу же сообщили руководству управления противопожарной службы Омской области. Чиновники предлагали увезти машину на ремонт. Но дальше обещаний дело не шло. Я каждый день звонил, спрашивал, интересовался, когда, когда, когда нам. Меня все кормили завтраками, то вот-вот ищем, вот-вот готовим, то не знаем, что делать, как ее транспортировать, потому что у нас автомобиль, что пожарный его надо или на эвакуаторе увозить, или технику хорошую надо иметь. Председатель правкома Андрей Панков рассказывает, что руководству докладывали неоднократно о необходимости срочного ремонта. Но исправлять ситуацию там не торопились. Это нонсенс в пожарной охране. Вообще в любой у нас в России, чтобы машина простояла два месяца без ремонта, об этом знало руководство, об этом руководству предупреждали, но никаких действий не предпринималось, пока не произошел вот этот очень печальный из рук он выходящий случай. Абсурд ситуации заключается в том, что автомобиль починили спустя четыре дня после трагедии. И утром 17 ноября приезжает с отдела техники, руководители, привозят головки, ставят. В течение суток автомобиль встал в боевой расчет. А спустя еще неделю на пожарный пост приезжает комиссия для проверки. По ее итогам было решено наказать водителя Андрея Кузова, якобы за неудовлетворительное состояние пожарного поста. Недели две назад вышел приказ от Мамонова Алексея Анатольевича о том, чтобы наказать меня, строго предупредить по поводу бардака в помещении и неправильного введения документации. Такой у них был разговор, что они хотели на меня повесить вот эту поломку автомобиля, чтобы я отвечал за нее. Председатель профсоюза тоже убежден, что таким образом руководство хотело найти крайнего произошедшим. Не было никакого служебного расследования. То есть все нормы, скажем так, трудового законодательства в этом плане были нарушены. То есть никаких ни служебных расследований, никаких ни комиссий. Никто в итоге нам так и не сказал, какова была причина поломки. Потому что просто привезли новые детали, поставили, машина завелась и как бы все хорошо, все прекрасно. Но сделают ли правильные выводы в управлении противопожарной службы Омской области? Если нет и продолжат в подобных ситуациях искать крайних только среди водителей, то под угрозой могут оказаться многие населенные пункты в Омской области. Максим Кабаненко, Александр Филиппов, Обком ТВ. 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 Максим Кабаненко, Александр Филиппов, Обком ТВ.